Здравствуйте! С вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Наступила весенняя пора. Совсем скоро на деревьях появятся первые листья. Трава начнет зеленеть, в водоеме появятся водоросли, а рыба окончательно покинет свои зимовальные ямы. Первая неделя весны будет достаточно теплой, что хорошо отразится на активности и аппетите рыбы во всех типах водоема. На этой неделе мы расскажем о ловле плотвы, язя, леща ранней весной. Ну а теперь по порядку. Первая неделя марта будет довольно теплой. Днем ртутный столбик покажет от плюс 2 до плюс 5 градусов. Ночь уже кое-где упадет до минус 1, но в основном будет держаться плюсовой отметки. В южных областях Украины потепление будет заметно гораздо лучше. К примеру, в Крыму температура днем повысится до плюс 12 градусов. Также в течение недели ожидается небольшая облачность, однако вероятность осадков остается незначительной. Атмосферное давление будет держаться около отметки 740 мм ртутного столба, то есть немного пониженным. Обычно это положительно влияет на аппетит рыбы и ее активность, особенно в водоемах с течением. В целом, исходя из вышеперечисленного, нас ждет довольно многообещающая неделя. Ловля платвы на этой неделе обещает быть довольно успешной. В начале весны она ведет себя очень осторожно, выбираясь на кормежку только в пасмурную, желательно безветренную погоду, выбирая дни потеплее. В марте платва перемещается по водоему довольно активно, и найти подходящее место лова подчас очень непросто. Искать ее стоит в небольших донных углублениях или коряжниках. Выбор приманки для платвы будет зависеть скорее от ее настроения, чем от каких-то предсказуемых факторов. Поэтому советуем взять сразу несколько видов приманки, к примеру, мотыля, опарыша и немного теста. Прикормка в марте не обязательно, но при правильном подборе ингредиентов может значительно улучшить клев. Лучше всего взять недоваренное пшено с небольшими вкраплениями мотыля, что лучше всего подойдет для холодной воды. Язь в начале марта уходит из широких рек в их притоки, где питается различными личинками и червяками, которых смывает по течению. С потеплением воздуха личинки выбираются из коры деревьев наружу, нередко падая в воду, если дерево находится над водоемом. Под такими деревьями стоит искать язь в первую очередь. Отмечено, что активность этой рыбы в большей степени зависит от уровня воды в реке. Чем он будет выше, тем лучше будет поклевка. Для ловли этой рыбы подойдет обычное телескопическое удилище. Леску лучше взять не толще 0,2 мм в диаметре, ведь вода все еще достаточно прозрачна. В начале месяца недостаток корма для этой рыбы превращает его в хищника, поэтому животные приманки преобладают. В прикормку желательно добавить рубленого червя или опарыша. Лещ в марте начинает активно питаться, поэтому при выборе места лова предпочтение обычно отдается местам, богатыми на естественный корм. Чаще всего леща в это время можно встретить в заливах или русловых бровках. Глубина обитания этой рыбы с потеплением понижается до 3-4 метров. Лучший клев наблюдается после восхода солнца, примерно с 8 до 9 часов утра. В это время лещ ближе всего подбирается к берегу. Ловить его лучше всего на донку или длинным телескопическим удилищем. Длина лески не должна превышать 0,13 мм. В это время необходимо следить за тем, чтобы не перекормить рыбу. Основными ингредиентами прикормки должны являться панировочные сухари и мелкий мотыль. Для приманки берется тот же мотыль, но гораздо крупнее. Иногда неплохо клюет на опарыша. Особенно крупные экземпляры отлично клюют на червя. Подведем итог. Активность рыбы в водоемах с течением и без него значительно повысится, благодаря стабильной теплой температуре и пониженному атмосферному давлению. Плотва путешествует по водоему. Искать ее следует в небольших донных углублениях и коряжниках. Ясь перемещается к притокам рек, где активно питается. Для этой рыбы лучше всего использовать приманки животного происхождения, а снасти потоньше. Леща ловим сразу после восхода солнца, на поплавок или донку. В качестве приманки используем мотыля, а для поимки более крупной особи – червя. Я поздравляю всех с началом весеннего сезона, желаю хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова